Когда ты артист, товар — я. Клубника с полыком. Я не пишу для того, чтобы заработать. Слышь, я что-то не понял, почему я не звезда? Они так приходили с ноги, врываясь, и говорили, где мои миллионы вообще-то, я тут уже в год. Контракт для нас — это просто бумажка, но у нас есть братское отношение, мы ценим очень сильно. Каждый продюсер сооткнуется с одними и теми же проблемами. Смотри, смотри, вот, блестит. Право — это такие молодые, клевые, восточные Стаса Михайлова. Потом отец посмотрит и скажет, что делаешь. Бизнес мешает той искренне. Привет, друзья, это Forbes Digest. И сегодня мы поговорим о музыкальном бизнесе. Приехали в гости Grava Music. Со стороны — это очередной музыкальный лейбл с рэперами. Но на самом деле ситуация обстоит немного иначе. «Дом сзади меня» — это настоящая музыкальная ферма, где происходит производство контента от идеи до выпуска готового продукта. Более того, артисты живут вместе, ну или иногда приезжают сюда как в офис. Главные звезды этого проекта — Андра, Гафур, Джонни и Эльман. Он же продюсер. Позиционируют себя они как настоящие братья. Но, тем не менее, контракт у них есть. Вопреки расхожему мнению, что во время самоизоляции индустрия шоу-бизнеса потерпит гигантские убытки, обошла их стороной. Потому что им удалось записать несколько альбомов, выпустить несколько хитов и завоевать многомиллионную аудиторию. Пойдемте знакомиться. Сейчас в Rava Music четыре исполнителя — Гафур, Андра, Джонни и Эльман. Все они познакомились в социальных сетях и приехали из разных городов. Они называют себя братьями. Их семья очень интернациональна. Джонни и Эльман — азербайджанцы. Гафур из Узбекистана. Андра — самый молодой артист, приехал из Украины. Он — ромэн, то есть цыган. В этом году им удалось значительно набрать популярность, несмотря на то, что многие артисты, скажем так, старшего поколения, негодуют из-за отмены концертов. У Rava получилось развиваться в пандемию благодаря музыкальному стримингу и TikTok. В декабре Apple Music опубликовал сотню самых прослушиваемых российских песен. Команда Rava попала туда с восемью композициями. Причем TikTok Hit XO вошел в десятку лидеров, а песня Джонни «Комета» заняла первое место всей сотне. Всё без тебя не так. Лечу к тебе, я словно камета. Музыканты в кавычках очень скромные, и конкретные цифры доходов со стриминга, в отличие от рэпера Моргенштерна, на камеру не раскрывают. Но по оценке известного продюсера Иосифа Пригожина, только с прослушивания песен Джонни за год добегает сумма около 60 миллионов рублей. Джонни и многие другие молодые исполнители около 60 миллионов в год они получают за стриминг платформы. Мы провели наше любимое расследование и решили узнать цену за корпоратив у ребят из Rava Music. Под видом менеджера крупной нефтяной компании мы позвонили для заказа корпоратива в Альметьевск. Это нефтяная столица Татарстана. Сказали, что наш руководитель очень ценит творчество исполнителей из Rava. Это выглядело примерно так. Я говорю, жене, я поехал на новогодние праздники работать в Коколыми, она говорит, нет, я говорю, 110 тысяч, она отдала сумку, говорит, езжай, всё. Концерт Джонни будет стоить вам два с половиной миллиона рублей. Позвать к себе на мероприятие, например, Гафура полмиллиона рублей. Это на 3 января. Когда мы звонили, было свободно. Получилось, что старший брат, Врава, он же и продюсер проекта, Эльман Зейналов, тоже музыкант. Пожалуй, самые популярные его песни сейчас «Лети и морозы». За плечами Эльмана годы занятия бизнесом в Ростове-на-Дону. Он был задействован в торговле разных товаров в городском порту, от Пшеницы до Доктора Пеппера. Смотри, мы одним из первых завезли Доктор Пеппер. Мы привозили сначала там с Техаса. С Техаса? Да. Команды привозили в Москву. Отсюда везли в Ростов. Палетами. Небольшими палетами. Привозили и расфасовывали по всем магазинчикам. Потом мы чуть-чуть заработали денег и смогли купить вендинговые аппараты. Снэковые аппараты. А, снэки. И ставить торговые центры. Начали туда-сюда-туда-сюда расставлять. Потом пацаны начали покупать в лизинге машины, чтобы делать уже доставку в другие города. Начали это развивать. Сейчас у них большая компания уже. Я оттуда ушел. Потом занимался интернетом. Сейчас на домах был бизнес. Вай-фай проводил? Да. Роутеры ставил? Да. Но однажды решился бросить прибыльное дело ради мечты и вместе с соседом по общежитию Айшотом они записывали в общаге каверы на популярные песни и уже стали известны локально. В Ростове переехали в Москву. Дамы роскошные, день это дня. В моем сердце из них никого. В темном мраке устала душа. Ходили, выступали. У нас появились концерты какие-то. И вот так вот медленно, но верно, вот так вот мы выбрались оттуда и переехали сюда. Сколько стоила общага в месяц тогда? Ну типа в районе 1200 рублей что-то такое. С каждого платили? Ну да, но я не платил. А ты что и льва платил? Не-не, он жил в другой общежитии. Это моя была общага, у меня была там аппаратура. Он приходил ко мне и мы в моей общаге это делали. Вы не из богатых семей, вы не снимали квартиры? Не-не-не, меня родители отправили в Ростов, учись. Я там учился, жил в этой общежитии. Потом мы переехали в Москву. Ну в принципе в Москве все то же самое было. Было очень трудно, невероятно. Мы когда только приехали, он жил где-то у родственников, по-моему у сестры. Я жил в какой-то халабуде вообще задрыпанном. Ну там, там ужасные условия, отвратительные. Но что было? Я пытался как-то заработать. Я играл на улице на флейте, у меня был период, я прям просто выходил на улицу и играл, потому что… В переходах играл? И в переходах. Ну в основном в парке, конечно, нас гоняли там… Полиция тебя гоняла? Ну охрана типа, охрана. Амбиция – покорить столицу. И первый шаг для этого – участие в проекте «Фабрика звезд» на Муз-ТВ. Сердце кричит, остановите. Футца почти и ждут все, все, все наши недели. Там Эльман знакомится с известным российским деятелем шоу-бизнеса Виктором Дробышем. Сотрудничество не оказывается настолько полезным, как планировал Эльман, потому что он сам разбирался в продвижении с помощью социальных сетей гораздо больше. Зейналов задумывает свой проект. Теради Лейбла влезает в долги на 7 миллионов рублей. Это и деньги его близких друзей, и помощь дистрибьютора Жара, которым владеет сын миллиардера Араза Галарова Эмин. Тогда были проблемы с деньгами? Ну конечно, когда у тебя 7 лямов долг, конечно, у тебя есть большие проблемы. А за что долг? За все, и за уходы с ПЦ, и за будущие перспективы, и вообще, в принципе, долги. Ну как, я приехал в Москву 10 тысяч рублей человеком, может жить в Москве на 10 тысяч рублей. Рава со стороны напоминает очередной музыкальный лейбл с брутальными молодыми парнями, которые поют баллады про любовь. Иронично их называют кальянным рэпом. В 2020 году бытует мнение, что музыкальный лейбл не нужен артисту для успешной карьеры. Почему не пошел на лейбл какой-нибудь? Если у тебя что-то вот тут есть, то лейбл никакой тебе вообще не нужен. Уйти из лейбла со скандалом в последние годы такая же примета времени, как маски и перчатки. Поговорим об этом и познакомимся со звездами. Я хочу сказать спасибо этому дому. Спасибо за то, что он вытерпел нас, вытерпел наши трудности. Все свои ошибки мы оставим здесь. Спасибо всем, кто с нами. Да я во все звонки позвоню. Я вам так скажу. Пока мы пытались вклиниться в свободные дни для записи интервью со всеми участниками, особенно это касается Джонни, который сейчас на пике популярности, Рава успели переехать в новый дом. Обзор на него уже есть у них на канале. А говорят, у артистов сейчас полно свободного времени. Как бы не так. Гафур, здравствуй. Привет. Очень рад с тобой познакомиться. Это все супер. Ну что, показывай нам ваше хозяйство. Это Рава Хаус, это наш дом. Это Иса, это Акито, наши собачки. Они очень дружелюбные. Мы тут живем на данный момент четвером. Андро, Димаш, Ашот, я еще и Миша. Мы здесь творим, мы снимаем сниппеты, мы делаем музыку, продакшн, записываемся, сводка тоже здесь проходит. Живем и работаем здесь, кайфуем. Три года вместе так живем, делаем музыку, пишем. Мы на карантине тоже проводили вместе. В чем главный смысл вашего творческого объединения Рава Мьюзик? Ну, изначально у нас стояла подача такая, чтобы, ну, лично я хотел убрать мат из песни и так далее. Нами двигали такие мысли, как в музыке очень все стало грязно, все стало как-то нечестно, как-то вот, смотрите, что я умею и так далее. Никогда такого не было. То есть всегда слушая музыку, люди получали положительные эмоции, кайфовали от них, просто радовались жизни. Я хотел, чтобы нашу музыку могли слушать при родителях, как минимум, да, и как бы сказать, мне вот нравится вот этот исполнитель. И как бы у нас был такой посыл. В первую очередь мы хотели и сейчас хотим изменить именно музыкальные составляющие. Да и я думаю, что у нас это получилось. Я сижу такой ночью, два часа ночи. Пришла идея. Спеть песню про падающую звезду. Короче, да, мне пришла идея, вот все. Теперь я, короче, я понимаю, что я хочу написать эту песню. И я бегу на студию, вот с этим вайбом, бегу на студию, пацаны включают бит. Они там уже сидят? Да, они уже готовы. Они уже с гитарами. Зачем взрослым мужчинам, парням, брутальным жить в одном доме? Вы же не TikTok-хаус какой-то, правильно? Блин, я так и думал, что будут называть нас так. TikTok-хаусы. Ну да, тогда не был TikTok, кстати. Мы первые это сделали, нет? Это как-то влияет вообще на продуктивность, что вы все вместе там живете или там… Конечно, конечно. Ты приходишь вот на работу и там по-любому у кого-то есть идея. Вот, а ты тут живешь с теми людьми, которых любишь и которые, блин, гениальны каждый. Каждый. Каждый гениален. А ты чувствовал в начале там своего пути в самом, ну и сейчас, в принципе, предвзятость к вам по национальному признаку? Есть такое в российском обществе, в современном? Да нет. Нет такого. А в детстве в своем было? Ну, конечно, называли меня «Черножопом» бегали. Раньше любили там читать про скинхедов, рэперы? Да, я застал даже этот момент. Вот тогда меня и называли «Черножопом». Ты из такой ортодоксальной семьи цыганской? Это что значит? Ну, традиционная, с традициями или как? Типа да, но типа нет. Есть крутые законы, которые надо прям держать, а есть традиции, в смысле. А есть традиции, которые не стоят, потому что это грязно и мерзко и неправильно. Ты умеешь ездить на лошади? Конечно, конечно. Правда? Да. С детства тебя учили? Ну, не с детства, но вообще умею. Я даже, если маленький цыганенок подойдет и скажет, можно покататься? Он по-любому умеет. Есть такой стереотип о цыганах, что они никогда не должны работать. Ты работаешь, ты воспринимаешь то, чем ты сейчас занимаешься, как работа. Я, скорее всего, просто творю то, что мне хочется. Хочется что-то оставить за собой. Раб и мюзик вне политики? Вне. Почему? Странный вопрос. Типа, мы музыку делаем. Ну... Ты сейчас хочешь спросить за ситуацию, которая была недавно? Да. Соболезная тем, кто погиб в этой ситуации. Сердце рвется за то, что происходит. Вообще, на сегодняшний день в мире, в 21 веке, кто-то продолжает свои человеческие амбиции реализовать за счет смертей других людей. Это вообще, в принципе, вызывает очень серьезный осадок и боль. И мы, честно говоря, вот эту ситуацию мы очень тяжело пережили. Потому что было давление со всех сторон. И с нашей стороны, и со всех сторон, короче, было давление на нас. Как себя повести там, никто не знал. Мы не понимаем до конца, что там происходит, кто прав, кто виноват. Но не так, не... Сейчас вот начну тоже писать. Да, мы все знаем, кто прав, кто виноват. Не так. Никто из нас не знает. Кто-то, вот, друг мой, Серго, он круто сказал. Он говорит, сейчас воюют обычные люди, да? Почему те, кому выгодна эта война, почему вы не возьмете автоматы, не пойдете на границу, да хоть перестреляете друг друга? Почему идут туда воевать обычные люди? Предлагали там лезть в политику вам? Да не, мы же не... Ну, рекламировать там поправку конституции в России, может, еще что-нибудь? По-моему, всем заходил это предложение. У вас лейбл? У нас какие-то праздники, которые там, День России, еще что-то. Конечно, это поддержать. Ну, почему нет? Ну, а если вот что-то там за кого-то проголосуйте, тут как-то здесь что-то это... Стараемся избегать. Мы встретились, мы познакомились, потом он устроил цыганское пати. Что это было? Ну, просто цыгане были закрыты в помещении, и мы все пели песни танцевали. Ты не боялся, кстати? Нет, конечно. Да че? Мы говорили Сандру, он опасный тип такой. И так получилось, что и там был Эльман и ребята, и в общем, мы все там. Это первая наша такая совместная посиделка, где мы показали друг другу свои творчества, показали, кто что умеет и так далее. И со временем мы такие, а давайте, а давайте сделаем. И все. И вот мы собрались такие, и что нам делать? И давайте. У кого-то есть такие-то знания, кто-то классно пишет музыку, кто-то у кого-то знакомый, кто-то связан там уже шоу-бизнесом, кто-то делает крутые биты, и кто-то, ну, то есть, и все. И мы начинаем, слушай, а у меня есть там человек, который классно видео снимает, а у меня есть человек, который это, а у меня то, а у меня все. И вот так вот, короче, просто давайте творить. Ну и, конечно же, а если это все отбросить, то самое главное – это продукт. Музыка, да, которую вы будете делать, которую вы будете создавать. А ты чувствовал к себе какое-то, ну, особое отношение из-за того, что из-за своей нации? Предвзятость людей? Ну, кстати, было такое, дофига такое было, особенно со стороны русских, ну, понимаешь, да? Вот. Ну, и я решил вот делать так же в ответ. А профессиональное образование есть музыкальное? Нет. А образование? Обычное нет. Ты не ходил в школу? До шестого, до шестого класса-то ходил и все, и ушел. Почему? Блин, ну я не нашел, типа, себя. Умею считать деньги, все нормально. Настоящие и не случайные истории всегда цепляют, когда я слушаю рассказы предпринимателей, звезд новой школы рэпа или блогинга, молодых ученых или стартаперов, сумевших продать свое приложение за миллионы долларов, всегда прокручиваю в голове, мини-фильм об их пути, стартах с нуля, переездах, взлетах и падениях, а главное, годах усердного труда, казалось бы, в никуда. Вот уже почти пять лет iCos не перестает удивлять своих совершеннолетних пользователей в России. Не стал исключением и масштабный проект настоящей истории, стартовавшей весной этого года в сотворчестве с реальными пользователями бренда. Проект позволил пользователям iCos со всей России рассказать свою историю из жизни. Они прислали более трехсот историй, из которых жюри выбрало пять лучших, а профессиональная команда режиссеров, актеров и музыкантов сняли по этим историям вдохновляющее кино. И сейчас мы поговорим с талантливой актрисой и певицей Нино Нинидзе. Она исполнила главный саундтрек фильма «Неслучайная история» в нескольких аранжировках. Нино, здравствуй! Здравствуйте! Я посмотрел все истории в захлеб. Какая из новелл тебе понравилась больше? Мне, конечно, очень понравилась вот моя новелла «Кофе» про человека с ограниченными возможностями и как просто в одну секунду действительно какая-то случайная встреча, она изменила всю его жизнь. А расскажи про того человека, который был в новелле «Кофе». Из-за того, что он с ограниченными возможностями, он не мог пойти на ту работу, которую он хотел, а он был лучшим из лучших. Вот. И это, казалось бы, это бред, но, к сожалению, в нашем реальном мире очень много таких историй. Из-за того, что он оказался в нужном месте, в нужное время, он получил возможность на лучшую жизнь, на свою мечту. Даже сейчас говорю, как-то дрожь по телу, потому что мне приятно, когда можно вот реальную какую-то такую историю создать и сделать такие вот короткие истории. Слушай, а мне понравилась история «Полярная». Я для наших зрителей расскажу, она про журналистику, про удачу, про то, что там непредсказуемая концовка. То есть там достаточно такое развитие событий. Ну и героиня такая очень. Да, героиня такая классная вообще. Да, да, да. Все хиты, например, «Луна», «Лолипап» мы здесь писали, «Комета». Это все абсолютно наши хиты. В этой студии прямо? В этой студии там. Андро, пошли кушать. Пацаны! Пацаны! У вас там артисты, они как индивидуальные предприниматели работают? Или они все-таки все деньги складывают в общую вашу какую-то казну внутреннюю? У них есть контракт. Угу. Каждый артист, у него есть контракт в определенных условиях. У него есть процент, который идет на RAVA. Есть процент, больший процент, который идет артисту. То есть артист зарабатывает больше, чем продюсер. У нас практика такая. Ты знаешь, знаешь, что в других лейблах по-другому. То есть там продюсеры зарабатывают больше, чем артист. Намного. А у вас, то есть артисты, грубо говоря, получают больше 50%. Смотря как считать. Потому что, допустим, в моих 50%, если мы берем, делим проценты. Ну, давай не твои, потому что ты продюсер, это неправильно. Давай там Джонни возьмем. Самый популярный у нас сейчас артистов у вас. Нет, я тебе говорю про контракт. Вот есть 100%. Допустим, если мы берем структуру так считать 50 на 50, тогда 50% чистого артиста, в мои 50% входят еще такие там растраты, как жара и все остальное. Такие расходы. А у вас есть тут хаус этот, уборщица или вы сами следите за порядком в доме? Мы сами, конечно, следим. Неделю два раза домработница приезжает к нам. Есть, конечно, менеджерский состав. Есть бюджеты, которые мы вкладываем в продвижение, в пиар и так далее. Конечно, есть бюджеты. У вас постоянный штат работает? Или это все разовое привлечение нужных там специалистов? То есть, менеджеры у вас постоянно работают одни и те же. Концертные директора, звукорежиссеры. Сколько это людей? Порядка 10 человек сейчас насчитывает команда. На морали строятся наши отношения. Но обычно такие истории, которые строятся на морали, они все плохо заканчиваются. Ты знаешь, да? Может быть, посмотрим. Может быть такое. Я прекрасно понимаю, с чем могу столкнуться. Возможно, с новыми артистами, кого буду подписывать, будет немножко другое. Будет некая дистанция у нас. Может быть. Но пока вот так. Между вами есть какие-то контракты, договоренности? Они формальные. Не на бумаге? Нет, ну на бумаге, но они все формальные. То есть, мы можем в любой момент слушать, мне вот это не нравится. Или там, пофиг на контракт, давай сделаем так, давай. То есть, все как бы сугубо лично. У вас есть какие-то такие вот, там, обязанности друг перед другом? И придавать, работать и кайфовать друг от друга. Ты заработал уже первый миллион на музыке рублей? Да, конечно, может быть еще больше. Ты помнишь прям первый миллион? Первый миллион? Это как? Нет, бро, смотри, не было такого прям вот миллион. Понимаешь? Ну, накопился этот миллион, может быть. Ты понял, что, ого, теперь у меня миллион на карте. Не, знаешь, падают деньги, падают, они автоматически, ну, типа, тратим. Ну, прям вот, я миллион, ну, типа, не копил на карте, понимаешь? То есть, ты транжир, ты пока не откладываешь деньги? Ну, пока нет. Я отправляю родителям. Домой отправляю, там, себе там что-то покупаю. Самая крупная покупка? Съездил, съездил в Сочи, отдохнул, вот. Скоро я хочу купить машину, честно. Но прямо такого огромного не было, потому что нет времени. Зачем лейбл сейчас нужен? Ну, как зачем? Смотря, блин, какой-то трудно объяснить. Для меня это не лейбл. Для меня это мы. Если люди уходят, то, значит, из-за того, что там просто бизнес. А бизнес мешает той искорке. Вообще, контракт для нас это просто бумажка. Но у нас есть братское отношение, то, что мы ценим очень сильно, чем какие-то бумажки. Ну, скажи, на сколько он тебе лет? На 7 лет. На 7 лет? Да. 70 на 30 с концертов и музыки ты получаешь? То есть, ты 30% лейбл 70 или ты получаешь больше? Нет, 60 на 40. 60 я, 40. Рава, лейбл. Большинство артистов, особенно сейчас, да, в период пандемии, активно монетизируют свои соцсети. У тебя в Инстаграме 2,5 миллиона подписчиков. Почти 1 миллион в ТикТоке. Но ты там не так активен и рекламу практически не продаешь. С чем это связано? Потому что я певец. Я музыкант. Я артист. То есть, монетизация с помощью социальных сетей, это не про тебя история? 50-50. Ну, зависит от того, что надо рекламировать и так далее, и так далее. Здесь уже такой бизнес-вопрос. То есть, зачем ты рекламируешь что-то? Чтобы заработать, да? И все. В принципе, а зачем еще рекламировать что-то? Либо посоветовать действительно людям хороший какой-то продукт. Либо приступило какое-то предложение, где такое, ну, ладно, я в деньгах особо не нуждаюсь, поэтому и так и мало таких рекламных интеграций. Нет, в принципе, это нормально. Все свои клипы, свое творчество как-то… Интегрируют. Интегрируют, да. На рекламу. В этом тоже ничего такого нету, потому что тоже надо жить на что-то, тоже надо, чтобы снять красивый какой-то клип. Нужны деньги, и я на свои клипы трачу деньги свои. А деньги вам приносит какие-нибудь ТикТок? Там реклама покупает? В Инстаграме покупают у вас рекламу? Мы очень мало продаем ее, честно. По сравнению с другими артистами, мы очень мало ее продаем. В ТикТоке реклама… Мы еще ничего не продавали. Реклама какую строчку доходов у вас занимает в вашем лейбле? Да нет, супермаленькую, ты что? А почему так? Почему? Ну, не знаю, типа, это такое личное пространство какое-то, куда не хочется псовать рекламу. Каждый день мне приходят там рекламные какие-то предложения, интеграции. И по 500 тысяч есть, и по миллиону есть, и по 100 тысяч есть. Приходит ко мне вот ставочник и говорит, я даю вам на весь лейбл 10 миллионов рублей, рекламируйте меня. Я говорю, нет. Ну, ты так легко прям говоришь? Нет. Я говорю, нет, я вообще даже не думаю. Я говорю, нет, мне не нужны такие деньги. Там 10 миллионов можно расширить там лейбл как-то. Ну, я не хочу рекламировать это. Вот он на нее подписан, образно. Смотришь, чувак опять начал рекламировать там ставки. Такой, я не буду больше на нее подписан. Приходит, допустим, реклама какого-нибудь там порошка, и они просят ТЗ, вот ты должен сделать вот так вот. Я говорю, вот так мы делать не будем, мы сделаем вот так. Они говорят, нет. Я говорю, ну, тогда до свидания. Вы просто очень капризные, в общем. Боишься, что в один день не будет дохода, не будет стабильности какой-то? Ну, она вряд ли будет. Почему? Потому что я андрог. А ты из богатой семьи, кстати? Нет. А из такой? Вообще, да, из богатой. А это, ну, то есть ты сын барона? Нет, я сын моего отца. Богатые мы не с деньгами же, а любовью. Разве нет? Ты чувствуешь, как сейчас все плачут, девочки, которые слушают это? Да? Я хочу к ним. Я хочу к ним. Каждый продюсер столкнуется с одними и теми же проблемами. Второе. Наступает момент, в какой-то период, не говорю сейчас за моих пацанов, но будут же другие артисты, которые будут себя вести не так лояльно, как мои пацаны. Да? Я это увидел в команде у Дробыша. Когда с фабрики ребята, еще правда ничего не добившись, приходили вот так. Слышь, я что-то не понял, почему я не звезда? Вот такие разговоры бывали. Я реально понимал, что ребята еще не успели ничего добиться, и они вот так приходили с ноги, врываясь, и говорили, где мои миллионы вообще-то? Я тут уже год. Я понимаю, что с этим мы столкнемся. Мне сейчас везет, у меня сейчас получается, фарт идет в руку, не знаю, как это назвать, как хочешь. Но вот сейчас мне удалось с трудностями, с проблемами, с долгами создать то, что сегодня мне приносит определенный доход и славу, и я здесь сегодня. Есть у тебя какая-нибудь подстраховка, что если не музыка, чем займешься? Я об этом пока не думал. Ты же актер еще очень крутой. Да, индийский. Я снимаюсь в фильмах, снимался, у меня семь фильмов в багаже. Из них четыре главных ролей. Я недавно, то есть два года назад снялся в фильме «Возрожденный из пепла», который поехал на Оскар. Там показали просто показ. И в камнях показали. Узнал меня? Это казино? Музыка? В плане бизнеса? Ну то, что ты не знаешь, где рулетку, вот правильнее сказать. Ну где-то да, где-то нет. То есть не всегда. Опять же, если правильно... Вот смотри, вот у меня есть для тебя подарок. Если я тебе швырну его в лицо, тебе он не понравится. Это скажет. Ну вот. Ну ты мне вот сейчас швырни вот со свою корону бриллиантовую с рубашки. Тебе же будет неприятно, правильно? Ну а Джонни, может быть, и приятно. Ну а если я как-то его упакую красиво, да, там просто бантики, там, не знаю, какие-то украшения и так далее тебе подарю, то ты скажешь то, что вау, спасибо, круто, классный подарок. Сейчас посмотрим, что там будет. И когда ты видишь то, что подарок классный вообще, ты такой, вау, крутая рубашка, спасибо тебе большое. Но в наше время многие делают так. Берут плохой подарок, бумагу, да, там, и его кидают в идеальную, вообще офигенную, очень красивую подарочную обертку. И тебе дают подарок такой, вау, что там уже, что же там внутри? А внутри ничего, короче, внутри очень плохой подарок. Ты такой, спасибо, очень приятно. Ну как бы человек старался, делал упаковку и так далее. То есть, возможно, к некоторым песням это относится, кстати. Просто сейчас пандемия, вот вообще концерты пропадут. Стриминг может поддерживать артистов на плаву вот сейчас серьезно и по-настоящему? Может стриминг в ТикТоке? Конечно может стриминг, нормально. Эта тема очень сейчас развивается. Ну потому что, вы знаете, да, там шоу-бизнес 10-15 лет назад, стриминг вообще ничего не приносил. Да, да, да. И все артисты зарабатывали концертами. Это вам любой расскажет. За два года сейчас просто вот так вот бух, и это будет еще увеличиться где-то, ну в разы просто. То есть сейчас Россия, в принципе, в этом направлении примерно как США. Потому что там артисты, ну не так часто дают концерты, и у них нет такого чёса постоянного по стране. Вот вы как считаете? Стриминг может вас? Конечно. Конечно, да. Он будет увеличиваться. Там подороже чуть. Они еще больше зарабатывают, потому что у них это развилось несколько лет назад. Вот у них был скачок, и они вышли на уровень. И мы сейчас будем повторять их историю. Да, можно даже не давать концертов. Можно без концертов. Серьезно? То есть можно вот сидеть дома? Да. Вот тут мангал, тут айшот, там спаленька, и вообще никуда не выходить? Вот у меня так карантин прошел. Ну и при этом это будет прибыльное дело? Конечно. Ну я больше, конечно же, творческая личность, но не исключительно творческая. Конечно же, опять же, человек адаптируется под любую среду, и когда надо, я предприниматель. Здесь товар, грубо говоря, очень грубо говоря, а когда ты артист, товар я. Мне нужно продавать себя, ну и свои песни. И поэтому, так как я не могу, допустим, давать концерты, конечно же, да, есть стриминг, который приносит какую-то прибыль. И, понятное дело, что, опять же, ты можешь в любой момент сделать рекламу. Допустим, я давал рекламу, знаешь, как я давал концерт для телефонных операторов. Я не буду назвать, вот, допустим, концерт от их имени. Говорю, мой, да, то есть это тоже все, грубо говоря, реклама. Я спел для своих слушателей, да, я их порадовал. То есть мне вот это движет именно, чтобы я смог, допустим, в карантин выступить. Для людей, которые любят слушать, как я выступаю, смотрят, меня интересуются. Сколько тебе приносит один твой концерт? Ну, это не закрытая, в принципе, информация. В среднем гонорар мой лично. Ну, давай твой, вашего трио, так его назовем, Рава и... Ну, мой в среднем стоит там 500-600 тысяч концертов. В 2017 году сколько стоил? В 2017? Да. Ну, примерно 70 тысяч рублей, 100 тысяч рублей. А как ты понимаешь, что надо повышать цену? Это рынок какой-то определенно существует? Там количество подписчиков в инстаграме, количество просмотров на клипе... Стримов скорее. Стримы важнее всего. Да, да. Просто организатор, допустим, понимает, что у вас происходит по просмотрам, по стримам, и он понимает, сколько ты примерно соберешь. Весь мир мой только в песнях, Бежать с криком да бейся, Загнал сам себя в бездну, Хотел бы видеть я весь мир, Но раны карты на сердце, Я вижу даже вознецель, Я вижу даже вознецель. Закрыли вы долги только к 2019 году? В 2019 год мы закрывали долги. То есть артисты зарабатывали свои деньги. Я покрывал долги, которые у меня были. Но 2020 год уже пошел плюсом. 7 миллионов рублей, за сколько ты его отдал? Ну, примерно полгода. Полгода? Да. Это вы заработали уже с музыки? За полгода концертами, корпоративами? Полгода, может, 7 месяцев тогда, да. На что были потрачены те 7 миллионов долга, И за сколько их удалось отдать той доброй подруге твоей? Смотри, там не только подруга, Там была и жара, и другие люди, Которые тоже занимали просто в совокупности. Это был примерно такой долг. Такой долг. Но он постоянно же рос. Ты же должен понимать, что мы не остановились. Вот 7 миллионов – все. Больше инвестиций нет. Они росли постоянно. Они до сих пор растут, естественно. А на что вы тратили-то деньги? Естественно, это реклама, СММ. Инстаграм. Ты видел, как быстро Инстаграм рос? Ну, я не следил тогда за вами. Хорошо. У нас достаточно быстро рос Инстаграм. У каждого. Для артиста, допустим, 2 миллиона подписчиков – это очень немало. Мы пошли по степени приобретения подписчиков. И в том числе и за рекламу, и за таргеты, и за паблики, и публикации и так далее. Все это стоит денег. Если брать блогеров, одна публикация в каком-нибудь паблике стоит порядка 40-50 тысяч. Одна публикация. В музыкальном паблике или какой-то новостной ресурс? Ну, музыкальных прям я не знаю. Типа новый рэп, что-то такое? Не, не, не. Мы так и не брали. Мы брали именно контентные просто. Там, где каша всякая. Все. Там 5 миллионов подписчиков, 7 миллионов. Там, где набирали просмотры по миллиону, по 2 миллиона. Оттуда хорошая аудитория шла. А ГИВВ их участвовали? Вот я попробовал один раз, да. Ну, такая история фигня, честно говоря. От этого потом аккаунт только убивается, да? Убивается, да. Ну, это определенная степень привлечения подписчиков. На что еще требуют деньги стартовые? На рекламу, на клипы. Ну, в основном это все шло на рекламу Инстаграма, песен, клипы, продвижения в YouTube и все остальное. А почему? Из-за чего не хватает времени? Из-за концертов же нет. Ну, ты так думаешь. Они есть. Есть корпораты, есть... Да вот, нет, концерты есть. Но их, конечно, меньше. Намного меньше, чем было. Сейчас, конечно, все подразгрузилось. Вот. Но я готовлю сейчас альбом, допустим. Да. И это не такая легкая работа. Нужно просто всего себя отдавать этому. То есть, если я буду и там, и тут, и здесь. И я не люблю так. У меня уже был такой опыт, когда я работал на трех работах. И нигде ничего не успевал нормально сделать. Поэтому лучше сфокусироваться на чем-то одном. И добиться каких-то желаемых результатов. Мы на карантине. Мы взорвали просто. Но мы написали супер хит. XO это, я считаю, супер хит. И он вышел на карантине. Беспощадно тоже вышел на карантине. Это сильные песни, которые несут финансы все равно. Стриминговые. Сборы есть. А сейчас как раз что больше приносит денег? Очевидно, что стриминг стал главным вашим доходом. Если раньше было, допустим, 70% концерта, 30% royalty, то сегодня 60% royalty, наверное, даже 65%, а 35% концертов. Потому что на концертах много не собирают людей. У нас уже 10 концертов в месяц примерно есть. У лейбла есть точно. Но при этом сборы не такие большие, как были до этого. Свадьбы есть? Завтра. Мне кажется, ты абсолютно свадебный артист. Да ладно? А что у меня? Свадьба это танцевальная? Ну нет, это такое романтическое что-то. Да перестань. Свадьба это вот Эльбрус Зен Мирзоев, наш брат. Ну да, это Эльбрус. У него песни «Бродяга». Все вот эти танцевальные, ты выходишь просто сразу танцевать. А у меня это типа такие, я не знаю. Равы не свадебный лейбл. Ну нет. Нет, нас приглашают, так как любят артиста. Но это не значит, что у нас музыка, которая на свадьбах именно играет. Знаешь, вот реально Эльбрус Зен Мирзоев, мне кажется, самый крутой свадебный артист. Вот кто бы хотел тусовку себе на свадьбу, надо его звать. Это реально так. Не хочешь такой хит написать для свадьбы? Ты не понимаешь даже, эта песня 7 лет человеку организовала минимум 10 концертов в месяц. Одна песня, представь, 7 лет 10 концертов в месяц человеку. Согласен с Ильей Логутенко, «Муми Тролль», который говорит, что новые песни придумывают те, у кого старые плохие. А у тебя есть история, которую ты бы хотела снять? Новеллу, скажем. Новеллу или вообще кино? Давай с новеллы начнем. Кино сразу. Про случайности? Да, например. О чем бы? Вообще, в принципе, мне бы хотелось снять актерскую профессию, как это тоже не случайно все происходит, что кто-то попадает в эту профессию. Но я не буду рассказывать, потому что случайности. Вдруг кто-то услышит и случайно кто-то что-то снимет. Работа над саундтреком. Расскажи об этом процессе. Как это происходило? Большую часть работы делала, конечно, группа «Каспий». Такая очень хитовая песня. Я пришла, мы записали ее за три часа. Все, я там пропела. Очень приятные ребята. Ну, вообще, когда команда приятная и про работу, а не про что-то еще, то всегда это работает. Работа над вот этим проектом. Ну, мне не было такого ощущения, что это вот какой-то сложный процесс. Ну, раз пришли, записали. Раз пришли, снялись. И вот так вот. Тебя представляют как певицу и актрису. Расскажи, можно ли сейчас сделать карьеру без лейблов и без продюсеров в России? Конечно, это возможно. Только в том случае, если ты являешься сам локомотивом своей собственной группы. То есть ты можешь этот поезд за собой и людей вести. Я такой человек, что как бы от выступления к выступлению вот хотелось бы песню записать. Естественно, мне, наверное, нужен человек, который меня будет вести. То есть это уникальное должно быть какое-то сочетание, чтобы ты без лейбла, без продюсера. Потому что большинство, там, это не важно, ты певец, актер, большинство именно творческих людей, они не могут быть собственными менеджерами. Если в тебе есть такое качество, это вообще супер. Известный общежититель Нагибина, я как сейчас помню, да, да, да. Это очень маленькая квартира, очень маленькая комната. Мы завешивали что-то, какие-то всякие, ну, полотна, да, чтобы не было видно, что что сзади. Там есть какие-то даже бэкстейджи с записи наших каверов, там видно прям весь этот балаган жесткий. Но мы выбирали какие-то ракурсы. Ну, было трудно, конечно, но было весело. Это было очень классно, и я очень благодарен за это время, которое оно прошло. Ты не следишь за, там, своими цифрами? У тебя есть бухгалтер специально для этого какой-то? Да. Менеджер? Отец. А, у тебя отец следит за твоим бизнесом? Да. А вы с ним вместе проговариваете какую-то твою музыкальную именно стратегию? Нет, то, что касается творчества, все делаю я сам и с моим саунд-продюсером. Но, конечно же, по итогу завершения, да, какого-то произведения я показываю своим родителям, даю, так сказать, на оценку. А что, было такое, что они сказали Джонни? Ну, это нельзя, нет, это слишком. Было. А по каким критериям? Слушают и говорят, нравится, не нравится, все. Ну, конечно, 95% лучше то, что нравится, но это, как минимум, влияет тот фактор, то, что я их сын. Старший брат всегда говорит объективно. В Ташкенте было невозможно продолжать карьеру рэпера, музыканта? Почему? Можно, можно, но там сложно. Во-первых, там шоу-бизнес так построен, что в площадках музыкальных тебя не слушают. Если даже слушают, ну, типа, за границей там успехи слушают другие, понимаешь? Там, типа, в Apple Music, там, в ВК, но именно в Узбекистане они слушают через YouTube, там, в Telegram музыку, понимаешь? Бесплатную музыку. Потому что ты не хотел платить за подписку деньги? Нет, пока, пока, пока они не вкусили эту тему. Скоро кто-то приедет, откроет, вот официально давайте все перейдем туда-сюда. Да, сейчас Яндекс Мюзик там что-то делает, ну, получается потихонечку. Люди начали слушать в Яндекс Мюзике, в треке. И вот, на тот момент только качали вот эти свадебные песни, понимаешь? А я против этого был всегда. Я не могу, ну, типа, как тебе сказать, я уважаю творчество, понимаешь? Музыку уважаю, но я ради денег не хотел заниматься этим. Я не из богатой семьи, но всегда все хватало. Отец все делал нам. Отец предприниматель, бизнесом занимается? Да, бизнесом занимается, но, как тебе объяснить, ну, хватало все. Из какой сферы? Она покупает квартиры, ремонтирует и перепродает. Никто там не продюсировал, чтобы я там приехал. Когда я даже переезжал в Москву, я брал долг, чтобы купить билеты. Чтобы самому сделать, понимаешь? Могли мне родители, там, родственники помочь, понимаешь? А я хотел сам сделать. Ты несколько раз в разных интервью говорил, что всю жизнь готовился стать бизнесменом и помогал отцу. Насколько мы знаем, он у тебя занимается продажей вещей из Турции, в России. Мы ездили, мы даже выбирали товары эти знакомые. В Турцию ездили? Да, мы выбирали, смотрели, по телефону смотрели, может, я не ездил, папа ездил. Ну, когда как, да. Делали сами модели товаров, да, их шили. Мы приезжали, смотрели, что делают, как они это делают, качественно-некачественно. Потом приезжали, потом товар собирали, потом товар приезжал, мы его разгружали, сами смотрели, читали количество и так далее, вбивали там, все, программировали. То есть это все, как бы, такое. Понятное дело, что там не два человека сидят, как бы, это не команда, которая все это делает, но просто следишь за всем этим процессом и тоже, ну, в теме, грубо говоря. На кассе сам когда-нибудь стоял? Продавал одежду? Да, продавал тоже. И продавал. Ты был лучшим продавцом с такой харизмой? Слушай, я бы не сказал. Я бы не сказал. Я очень честный, а продавцы должны быть ничем. Ага, вот оно как. Ну, да, ну, то есть есть такое, знаешь. Тебе очень идет. А его вообще не идет. Рава Мюзик – это не проект имена Галарова? Нет. Финансово вы от него не зависите? Ну, Жара является дистрибьютором контента, который предоставляет продюсерский центр Рава Мюзик. У каждого лейбла, у каждого продюсерского центра есть агрегатор, который отгружает музыку на площадке и потом собирает деньги и отдает их либо артисту, либо продюсерскому центру, который распределяет на артиста. Жара – это монетизатор такой некий, а Рава – это контент. И, типа, мы друг от друга, мы просто дружим очень близко все. Вот я с Баха дружу. Мы реально дружим, искренне дружим. Поэтому у нас путают все думать, что мы – артисты с Жарой Мюзик. Но нет. У нас нет контракта с Жарой Мюзик. Мы отдельные государства вообще. Но при этом мы вместе, потому что такие человеческие отношения. То есть они с вашего контента зарабатывают, а вам предоставляют дистрибуцию. Ну смотри, Моргенштейн же тоже там. Да. Вот та же самая история. Кто для тебя Эмина Галаров? Эмина Галаров – мой друг, мой брат, коллега, с которым у нас одна замечательная композиция родилась. Называется «Камин». Эмин – человек очень простой, но и в то же время очень большой. Эмин всегда поддерживает нас, поддерживает меня, поддерживает наши мысли и наши слова. Поэтому я очень люблю Эмина и передаю огромный-огромный привет. Была ли у тебя какая-то подушечка безопасности из денег, чтобы ты мог спокойно этим творчеством заниматься? Наверное, не подушечка безопасности, а огромная подушка безопасности. То есть ты заработал сам себе денег для того, чтобы позволить творчество? Я сейчас даже не про деньги говорю, а более про моральную сторону. Потому что когда ты знаешь, что у тебя спина, так сказать, твоя опора – это твоя семья, и они всегда рядом, их поддержка в любой момент может тебе помочь, может вывести на правильный путь. А когда ты это все знаешь, осознаешь, то ты, конечно, чувствуешь себя в этой жизни увереннее. Друзья, я обожаю, когда так встречают, приезжаешь в пафосный московский клуб, а тут Андра, а у него стол полон угощений. Это твой райдер, скажи? Это мой райдер. Я не знаю, я не смотрел даже в райдер, просто окей. Что у тебя здесь? Что ты любишь из этого всего? Кэшью люблю. Рэдбул люблю. Обычная вода люблю. Колбасу докторскую? Колбасу докторскую – нет. Вот эту штуку никогда не знал, что это, но всегда есть. Это не конина или что? Надеюсь, нет, но я не ем ее. А где иксо, ты можешь мне сказать? Где бокал полный ксо, почему тут такой зож? Я не пью иксо. Дорого? Да нет. В смысле дорого? В смысле? Что бы это было? Нет, не дорого, это просто не хочется. Слушай, может бацаем по бутеру какому-нибудь, пока разговариваем? Давай, давай. Я хочу, чтобы ты для нас сделал какой-нибудь авторский сэндвич. Давай, давай. Я уже помыл руки. Надо еще это сделать. Антисептические системы, да? Антисептические системы, да? Сейчас иксо – один из главных хитов этого лета, этой осени. Правильно? Ну, по-моему, да. Со скольки лет начался твой путь? Я занимаюсь музыкой, ну, скажем так, с шести лет уже было увлечение. Прям бешено и жестко. Потом забыл про музыку? Бутербродик ждем. Я знаю, я чистю руку. А-а-а. Что за суши ролл получается? Вам сыр добавить? Нет, я хочу авторский. Вот как ты гостя накормишь, так мы будем о тебе и думать. Окей, давай так. Давай так. Ух ты, с бананчиком, да? Ты съешь же все? Ну, ты себе дабл сделаешь, мы два будем есть. Давай-давай. Супер. Так, мой готов, теперь твой. Сергей, сейчас сделаешь? Это хитовые бутеры такие? Это не хитовые. Это, знаешь, это как бюджетная гавайская пицца. Бюджетная. Бургер. Банана не хватало. Давай от моего чуть-чуть отпилим. Давай-давай. Давай от моего чуть-чуть отпилим. Вот так. Покажи, как я режу. Все ребята Bravo Music щедрые. Давай едим за знакомство, за будущее, за сестру, за всех. Что? Погнали. Давай-давай. Давай-давай-давай. Во! А вот там вот что? Какая-то стена славы? Я покажу. Это... Вот здесь вот это какие-то картины. Платина. Эль Мана за трек «Антигерой». Сто тысяч копий. Я просто антигерой, ты хорошая. Твоя сконная душа хочет больше вас. Это Андро. Это тоже Андро Джонни. Тут Эль Ман Андро Джонни. Это я. Это нам фанаты дарят. Это ваша семья, да? Да. Это Рава. Вот эта девочка нам подарила, Элина. Вот. А мы все, как видите, похожи на актеров индийских фильмов. Вы похожи на героев Алладина. Да-да-да. Ну, это Индия. Ты знаешь, индийский? Нет, я смотрел фильмы, понимаешь, поэтому я здесь знаю песни. Это Андро. Это... Это Мстители. Вендерс. Рава Вендерс. Тут, как видите, Тор Джонни. Железный человек Эль Ман. Это Человек-муравей. Ашот. Я черная пантера. Халка Андро. Ну, это понятно, логично. А вот это кто? Это Миша, саунд-продюсер наш. Это Азиз. Так, это я. У меня есть трек под названием «Луна». Мне фанатка подарила Ася. Луна нас ближает каждый день. Ей я благодарен очень сильно. Смотрите, как она придумала. Я там пою «Луна нас ближает каждый день». И она по эту тему нарисовала меня. Я держу луну, как шарик. И вот эта луна нас ближает каждый день. Очень качественные такие подарки. Да, очень приятные. И кальянчик стоит, заметьте. Ты согласен с тем, что у вас главный лейбл кальянного рэпа на стране? Нет. А кальянный рэп тебя задевает вообще такое название вашего творчества? Ну, я за других артистов слышу часто, когда так говорят. Я не могу нраву причислить кальянный рэпу. Ну, потому что давай разберем, что такое кальянный рэп. Если это то, что играет везде и всюду. Типа музыка какая-то всюду. Ну, это такая грустная песня про тебя. Про нее, про него. И это один и тот же мотив у всех. Там у Хамалина Ваи. Твой там хит «Лети» это очень похоже, в принципе, тоже на это. Ну, смотри, антигерой кальянный рэп. Наверное, не знаю. Блин, я не знаю, я не понимаю критерий этого понятия вообще. Если вам проще так... Короче, тебя это задевает или нет? Я не причисляюсь об этом. Да, у нас музыка. Типа мы делаем музыку. Мы не делаем лишь бы что-то, чтобы заработать денег. Изначально вот есть человек, который говорит, я сейчас напишу вот 10 песен. Да, у меня, то есть, есть к этому предрасположенность. У меня есть все ресурсы. Я сейчас напишу песен и заработаю кучу денег. Моргенштерн. Ну, возможно. Вот. И заработаю кучу денег. И все. И я буду богатым. И буду придумывать дальше, как развивать это богатство. Есть люди, которые говорят, я хочу написать песню. Или думают о том, что я хочу написать песню, чтобы что-то сказать. Чтобы чему-то научить. Почему я пишу песни о любви? Потому что любовь это все чувства вместе взятые. И, допустим, любовь учит не стыдиться. Любовь учит быть самим собой. Любовь учит не сдаваться никогда и так далее. И эти чувства можешь использовать и в работе, и просто в повседневной жизни и так далее. И даже если у тебя нет просто пары. Поэтому я пишу о любви. И мне важно направить человека, потерявшего себя, на правильное русло. Я не говорю, что я сам 100% себя нашел. Я там гуру какой-то там. Все будет хорошо. Коуч. Да, коуч какой-то. Но я просто рассказываю свой опыт и отталкиваюсь от него. Что я увидел, что как я почувствовал. И как я себя повел, как я сделал, чтобы хоть что-то исправить и так далее. И, возможно, нуждающиеся люди или люди, которые это почувствуют, они найдут ответы. Ты понимаешь, я вот кавер описал. И мне пишут, спасибо, что поднял настроение. Классное видео. Все. Все. Я уже на седьмом небе отчасти. Пишут то, что... Я об этом говорил. Ты слышал по-любому. Ты же смотрел мои интервью? Штука 500. Вот. И получается, я это все делаю, а плюс это еще и приносит мне деньги. Но это уже второстепенно, понимаешь? То есть, я не пишу для того, чтобы заработать. Если бы я хотел написать песню о том, что я хочу заработать и... Ну, с мыслями о том, что я хочу заработать денег, наверное, эта песня бы не получилась. Второе. Возможно, эта песня была бы про бабки. Про... Нет такой мысли написать про бабки? Удивить всех? Или это ты оставишь на свои 50 лет? Знаешь, как сейчас Филипп Киркоров всю жизнь пел, как ты, про любовь? Я за тебя умру. Посмотри в глаза мне, я не лгу. А потом раз, и все, дреды. Роли на руке, так я не жду, заберу. Я не знаю. Да нет, у меня не было никогда таких мыслей. Слушай, ну если я через это смогу как-то какие-то нужные мысли донести, то почему бы и нет? Но пока об этом не думал. Вот образование для этого не нужно. Конечно, любой человек может делать музыку. Да, любой. Это как быть супергероем, знаешь, у тебя есть суперсила, и тут уже ты решаешь, как ее использовать. Да. Ты настоящий поезд. Самого главного романтического лейбла. Я считаю, что у меня очень воспитанные, адекватные слушатели. Я не видел никогда такого жесткого мата в своих комментариях. Да, чтобы там даже просто оценка песни там, хорошая песня, да. Я считаю, что я, конечно, не ангел, да, сто процентов. Мы с друзьями можем и, не знаю, и ругаться, и так далее, и так далее. Но я просто смотрю на это по-другому. Допустим, у нас сейчас идет интервью, и если я ругнусь матом, потом отец посмотрит и скажет, ты что делаешь, да, допустим, да. Не то, чтобы он скажет, ты что делаешь, а с мыслью о том, что меня может смотреть отец, да, моя мать и так далее, и я не могу просто допустить этого. Воспитание, может, еще что-то. Я стараюсь просто быть самим собой, то есть у меня нет какого-то образа там. Если я грустный, все, я грустный. Если я позитивный, все, я позитивный. В большинстве своем я стараюсь всегда настраиваться на позитивный лад. Если я злой, я злюсь, там, перед концертами что-то там пошло не так и так далее, я злюсь, пытаюсь урегулировать. Но я не робот, понимаешь, я человек, и я пытаюсь как-то быть самим собой всегда во всех ситуациях. Если ты писал рэп, типа, в какой-то момент я понял, что я хочу писать лирику такую балладную. Андро больше рэп, чем баллада, это точно. Баллада, вот как ты это называешь. Гафур тоже рэп. У Джона голос просто невероятный, понимаешь? И он, если будет читать рэп, он свой потенциал куда-нибудь денет. Мне нужна русская. Я жива в ту луку столетно, я найду тебя, я найду тебя. Без тебя не дай, без тебя все не дай. Балладная музыка, она звучит дольше, она играет во дворе, под нее поют на гитаре. Рэп, он имеет веяние. Если артист умеет подстраиваться под каждое новое веяние, он будет долго существовать. Но песня его может не так долго существовать. Два года назад вспомнил рэп какой-то, который загремел. Скриптонит. Ну скриптонит это вообще уникальное что-то. Ну вот я хотел, знаешь, какой пример привести? Вот Big Baby Tape, да? Ну вот сейчас новый это... Моргенштерн. У нас запрещено это слово. Да? Я его слишком часто говорю. Моргенштерн. 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 До этого же был Big Baby Tape. Ну мне кажется, он просто начал лениться и все. Было то же самое. Вот я сейчас не вспомню его песню, которая там звучала. Тина Кандалаки что-то там такое было. Про Тину Кандалаки рэп какой-то был. Ну типа ты не послушай сейчас. А вот старую даже песню Хамалин и Мои какую-то, да? Да господи, нет. Я не послушаю ни за что. Я не люблю кальяный рэп. Я не люблю баланс. А что ты слушаешь? Я что слушаю? Да. Я слушаю такой, слушай, жесткий рэп достаточно. Ну типа мне нравится олдскул. Да. Мне нравится... Ну дрэйк это не жесткий. Мне нравится Кендрик Ламар вот, наверное, мой любимый рэпер. Блин, клевая девчонка The Queen, но она не рэперша совсем. Куда ушли наши мечты? А доме берега реки? Вот я, короче, не услышал тебе ответа побольше. Ну воргеншарна я люблю, я люблю воргеншарна. Сегодня он есть. Да. И у меня Big Baby Tape есть телефон. То есть два артиста у тебя Big Baby Tape и... Я люблю раннего Тимотя. Когда мы в клубе чиксы танцуют, пусть город знает, с кем он тусует. Дай, дай сюда телефон, давай посмотрим твой плейлист. Что ты хочешь посмотреть? По-любому я из Хамалинова и говорит, что он такого не слушает. Нету, 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 у меня лимба есть. Ты много плакала, а в чем тут моя вина? Ты слишком мягкая. Давай. Смокимо. Несу нос в Пиноккио, там перочинный нож в Мазиарте. Следуем за тобой повсюду. Эльман я слушал, лети, блин. Лети, моя душа бы помети. Слышал? Он говорит, я кальянный рэп и слушает, говорит, и я не слушаю кальянный рэп. Ладно, я готовился к интервью, я слушал это все специально, мне пришлось. Хорошо. Александр Зембаум. Артур Пирожков, зацепила. Кальянный рэп, что для тебя вот можешь ответить на вопрос? Однотипные романтические баллады о любви нараспев. А знаешь, как я считаю? Страдающими мужчинами исполняются. А, это ты считаешь кальянным рэпом, да? Да. Ну, смотри. Их можно все продолжать. И ты страдаешь, куришь кальян. Это сейчас просто дико популярная история. Люди, почему говорят кальянный рэп? Те треки, которые играют в колянах, понимаешь? И каждый трек, который становится популярным, и люди начинают подражать под этого артиста, да? Уже на рынке появляются однотипные песни. Когда не было на рынке таких песен, как у нас, мы начали делать что-то новое, понимаешь? Мы взяли что-то западное, восточное, чуть совместили, сделали крутой бит, крутой продакшн, выпустили и все. Вау, это что-то новое, понимаешь? И люди видят, что другие артисты видят, что это заходит, и они тоже делают что-то похожее, и автоматически это становится кальянный рэпом. Популярная музыка, люди считают, это попсой, да? Это просто популярная музыка. Нету жанра кальянный рэп, понимаешь? Почему в Америке есть такие страдательные песни и лирики? А почему там это хорошо воспринимают? Там нету стереотипов, типа кальянный рэп, туда-сюда, включают в колянах, нету. Почему, если у меня есть в душе, есть что-то сказать, людям передать о любви, может, о воспоминаниях я хочу высказаться, передать? А почему это все искренне идет? Почему люди должны считать, что я делаю там кальянный рэп? Тебе нравится песня Стаса Михайлова? Какая песня? Я не слышал. Какая у него самая известная? Все для тебя? Я знаю эту песню, да. Вы наследуете его традицию романтических песен? Я со многими разными экспертами рынка говорил, что равы — это такие молодые, клевые, восточные Стасы Михайловы. Ну, не знаю. Возможно, люди могут говорить все, что захотят. Но я, знаешь, где-то мельком, не знаю, в мемах каких-то слышал эту песню, но я сам не включал и не слышал. Что, у тебя разделилась жизнь до XO и после XO? Был ты не таким известным артистом, скажем так, да? А стал из каждого утюга играть. Что поменялось? Вообще ничего. Просто люди начали слушать нормальную музыку. А как ты думаешь, сейчас срок годности хита сколько? Месяца три? Если он правильный трек, то он будет навсегда. Вот как, например, Timbaland, Tiberlake. А вот XO, например, я думаю, он будет, да, как легенды просто останется. Потому что это первый трек, который в нормальном звучании вышел в Россию. Какие у тебя там права с Limbo? У вас 50 на 50 и он принадлежит Rava Music? Нам с Limbo вообще, типа, пофиг тоже. А он такой же, как и ты? По-любому. Мы бы с ним не выпустили трек. Как ты считаешь, что такая музыка, она лучше продается, чем жесткий гангстер-рэп или чем какая-нибудь детская попса? Сейчас вот сложно что-то сказать, потому что сейчас TikTok разрывает. Каждый, любой трек, любой какой-то звук может зайти просто, чтобы миллиард люди там услышали, там, начали включать. Ну, типа, ты не можешь сказать. Год назад я мог бы сказать, там, вот такие треки. То есть сейчас какая-то большая революция происходит из-за TikTok? Да, да, из-за TikTok. А как ты думаешь, TikTok какую роль сыграл в популярности этого трека? Офигенно, TikTok красавчик. Она склеивает своё лицо. И ведь чем это твоё лицо? Были исследования, то, что люди в основном слушают музыку по пути куда-то, там, по пути в школу, на работу. Дома, ну, мало кто слушает. Дополнительно продвигали песни. Но ты всё равно заходишь в телефон, смотришь TikTok или что-то, что-то. Если кто-то проявил... Но иксо, как инструмент продвижения, был выбран именно TikTok. Когда мы выписали песню, у нас был танец. Вот этот. Её бокал полный ксо. Да. Она скрывает... А ты чего не делаешь? Это ты придумал? Подожди. Нет, это придумал Андро и Шип Никита. Её бокал полный ксо. Она скрывает своё лицо. Я ни при чём. Это твой вайб, это твой вайб, это твой вайб. И в конце. И сколько это миллионов принесло вам? Просмотров? Да. По-моему, это один из самых больших челленджей. Сколько в TikTok? Около двух с половиной миллионов или трёх миллионов видео. Короче, у вас все песни, в принципе, через TikTok заходят отлично. Да. Можете нас теперь называть не Кальян рэпом, а TikTok рэпом. Вы каждый раз будете нам придумать новое название, но факт остается фактом. Мы звучим. У тебя нет музыкального образования? Как и у всех остальных. Это вообще сейчас не важно? Нет, для кого-то важно. Ты знаешь, как обесцениваешь всё? Ты говоришь, что лейблы не нужны сейчас. Образование не нужно. Почему так? Ну вот нужно же. Если ты хочешь быть просто артистом, TikTok'ером или кем-то, кто будет выпускать песни, и они худо-бедно будут куда-то залетать. Одно. Если ты хочешь стать масштабной какой-то возможностей, либо должны быть данные офигеть, как у Андро, у Джона. Просто обалдеть, что за данные природные. Вот Джон учится вот так. Типа вот ему дай любую песню, он её вот так вот выучит. Угу. Вот это природа. А если у тебя нет природы, то у меня такой природы нету. Я всегда учился, 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 но сам по видосам что-то как-то, ну короче, учился постоянно. Нету образования, где меня посадил напротив человек, обучил, дал какой-то диплом. Но есть образование, самообразование, в котором я вот долгое время искал свой голос и всё остальное. Это огромная работа. Это не за год я такой пришёл, а всё, я пою теперь. А именно академическое профессиональное образование не нужно? У нас не было. Ну ты не чувствуешь себе вот нехватку такую? Я чувствую, что у меня с альфеджио не хватает. Да, мне с альфеджио не хватает. Я не всегда строю, типа, правильно. Ну, допустим, Джон строит всегда правильно, Андру строит всегда правильно. Гафур тоже самая очка у Гафура. У Гафур тоже всегда строят правильно, в основном. Типа, у меня вот так. Они всегда правильно строят. Но зато я чувствую. Много у меня примеров, ребята, академическая, как ты говоришь, тем более академическая, куда в поп-эстраду современную. Но даже если академическая, они немножко мыслят, типа, вот в рамках того, чему научили. Нет свободы. А из-за того, что мы не знаем как, типа, правильно, типа, мы делаем так, как чувствуем. Мы не запрещаем себе ничего. В этом разница. Сколько идет работа над одним треком? Всегда по-разному. Вообще по-разному. Можно за один день делать. Можно за месяц. Можно за месяц делать. Ну, вот хитовая ваша песня «Лолипоп». «Лолипоп» мы за два, за три дня где-то мы… Не, ну смотри, типа, был бит какой-то, да? И был какой-то мотив вот на таком, на «Тарабарском». И он лежал, по-моему. «Тарабарский» — это на котором вы поете сейчас? Ну да, без слов. Всегда английский язык. Что-то две-три недели, по-моему, лежал, да? Мы не знали, что с ним делать. Доделать, не доделать. Больше месяца лежал. Месяц, да? Лежал, да. А потом что-то мы так послушали такие… Да, я, короче, к тебе пришел. Мы включили, что-то поделали. И у меня был припев. Припев ты принес, да? Я припев принес «Лолипоп». Я этот припев сочнил три года назад. И мы записали, смотрим, что качает, круто, и начали делать. И за несколько дней мы как раз все ее допилили. Да. Потом Джон послушал, да, мы за три… Скажи, мы два раза меняли куплет или три? Твой куплет. Два раза меняли. Несколько раз. У нас были разные мотивы, разные слова. Мы пытались, что-то искали по-разному. То есть не так, что записали, о, классно, все, и выпускаем. Ну, как бы, мы сидим, работаем. Отец просто мне дал правильные мысли о том, что эта музыка, возможно, не сможет тебя… Прокормить? Не то, что прокормить, а то, что это несерьезно, да, если так обобщить. А просто он сам пел… Тоже музыкант отец. Музыкантом, да. Пел, зарабатывал на это, на жизнь этим, вот. И поэтому он это все видел. Он видел людей, которые там крутятся вообще в шоу-бизнесе и так далее, и так далее. Он со всем этим знаком. И его это, ну, отталкивало как-то, оттолкнуло, и в какой-то момент, да, и он сказал, слушайте, я все, я не хочу вот это всего, я пойду бизнесом заниматься. У него это все было уже. А мой дядя вообще певец известный в Азербайджане. Его песни почти 80% Азербайджан знают. В 80-х годах его крутили по всем радио и по сей день на свадьбах поют его песни. Его зовут Хан Суин Хюсейнов. Просто моя семья жила в музыке. У меня все поют, все играют на пианино, все. Я так просто обобщаю, но это действительно так. Человек, вырешив в таких условиях, по-любому влюбится в это. Ты миллион в месяц уже зарабатываешь? Да. Инвестируешь их обратно или... Да, инвестирую. А как ты относишься к тратам денег на показ? Вот, в принципе, у тебя в творчестве такого нет. Да. Вот из того, что я у вас послушал, наверное, такой Porsche Panamera «Океан по колено». А в целом к хип-хоп культуре, что надо показывать, что ты зарабатываешь бабки, у тебя есть тачки, девчонке в твоем случае уже не совсем актуально. Как ты к этому вообще относишься? Ну, чуть-чуть по-другому. Видишь... Куртка у тебя Gucci, между прочим. Нет. Приличная. Это что? С рынка? С рынка? А, серьезно? Это девочка сделала дизайнер. Она сделала... То есть это не Gucci? Нет. Ребята, ну выведите его, пожалуйста. То есть брендовые шмотки... Ты от этого... Почему? Вот Dolce & Gabbana. А что это у тебя? Роликс настоящий? Да, это Роликс. То есть ты про это не поешь, но тебе это нравится все равно, эта рэп-культура? Эээ... У него камера он упал. Да. Что ты молчишь? Я тебя вопрос спросил. Ты забыл? Я ждал, пока он камеру поднимет. У меня была мечта. Я ее выполнил. Я мечтал о 919-ом. Porsche. О, а ты купил себе 911? Да. Я мечтал о нем... Эээ... Я его купил. Это вечная машина ее? Да. Я первым делом ее купил. Первым делом. Новый купил? Да. Я салона забрал его, но... Да, он стоит... Ну, миллион ватт 10-11 стоит, мне кажется. Да, 12. 12. 12, но мне сделали скидку. Я бы, честно говоря, хоть каждый день выкладывал, потому что это моя любимая машина. Как ты вообще относишься к вот таким большим тратам? Знаешь, сейчас... Наверное, ты хотел спросить вот этим вот понтам на... Ну, понтам, да-да-да. Да. Честно говоря, у каждого свой путь. Вот кому-то нравится... Вот на Моргенштейне это прикольно смотрится. Если я буду так делать, это будет неорганично. Люди скажут, что что, идиот что ли? Прям не было времени, прям вот выйти вот... Мне хочется купить, не знаю, там... Страуса. Страуса, не знаю, там, либо макаку. А для тебя самого бренды важны. Вот сегодня, я смотрю, ты весь в Дольче Габане. У тебя корона на коленке, корона на рубашке. Такие туфли с золотыми вставочками. Для тебя это важно вот показать, что ты крутой артист? Нет, у меня просто сегодня выступление было в Рождественской. Вот, и поэтому я немного приоделся. А, все-таки телевизор. Я чувствую себя лучше, когда проще одета. Ты мне представляешь, чтобы я ходил там, цепь на вне и так далее? Ну, просто вот визуально. Вообще, да. Почему нет? Не знаю, я просто не представляю себя так. Ну, кому-то это идет, кому-то это не идет. И если человек действительно хочет этого, он внутри такой, да, я сейчас всем расскажу, что я купил. Офигенную машину, там, классные Rolex. Это тоже круто, на самом деле. Это мотивирует многих. Да, многие смотрят, блин, а почему он купил, а я не могу себе купить? Пойду пахать, работать там, найду какие-то идеи. Там, буду работать над собой, над своим разумом. Смогу добиться тоже чужими. Чем я хуже? Да, это тоже мотивирует, это тоже классно. Я пытаюсь вдохновить на что-то другое. Тебя не мотивирует крутая тачка, какой-нибудь Rolls-Royce черный? У меня прав водительских даже нет. Почему? Да, я не люблю водить. Это же, ну вот, со стороны подумаешь, при тебя такой восточный темперамент. Сразу представляется какой-то спорткар. Я всю любовь к машинам забрал мой брат. Он там с детства водит вообще с 13 лет, что ли. Ты ведешь здоровый образ жизни? Я веду нездоровый образ жизни, но надо вести. А что делаешь нездорового? Ем хлопья с Coca-Cola. Правда, он ест клубнику с балыком. Это музыка. Клубника с балыком, мне кажется, можно трек такой сделать. Клубника с балыком, с балыком, и сверху если добавить твой нежный поцелуй. У тебя есть зацикленность на материальных ценностях? Все увесить золотом, показать какой ты богатый, сыграть 50-сента начало нулевых. Просто есть, типа, я не называю их понтами. Это просто, типа, вот, я, вот. Такое, типа, смотри, типа, смотри, вот, блестит, типа, все. Ограничения есть у тебя какие-нибудь по контракту? Нет. Вот какие могут быть ограничения, например? Ну, по-моему, насколько я знаю, вы позиционируете себя как ребята-мусульмане, и вы не должны там публично пить тоже. Слушай, бро, я не пью, не курю, ничего не употребляю, я никогда не пробую. Я сам по себе такой человек, понимаешь? И у нас нету прямо такого, понимаешь, там, вот это нельзя тебе делать, вот так не делать. А как это вообще происходит? Типа, вот, ты вот сейчас вот абсолютно не пьешь, не тусишь, никаких женщин. Это потому что мы приехали? Нет, это потому что я не хочу. Наркотики. Что это? Что это? Я умею их продавать, но... Да нет, шутка, шутка, шутка. Шучу, менты, э! А вы кто? Это Паша. Да, звукористер, директор, менеджер. Да. Паша, скажите, сложно работать с Андро? Потому что все остальные ребята деловые. Рассказали нам про свои контракты, про то, как все устроено. Но он ничего не знает, его волнует только музыка. Так потому что я знаю. А поэтому он не должен ничего этого знать. У тебя первый раз было такое, что люди, которые писали эти истории, собственно, ну настоящие, не работа сценаристов, да, определенно, хотя с их стороны тоже была какая-то помощь, безусловно, профессиональная, но когда ты видишь настоящего человека, а потом это все превращается в кино. Да, у меня в первый раз такое было, особенно вот в этой новелле, где я снималась кофе, ну это действительно очень крутая история, такой герой. Герой человек, который, ну, не сдался, он шел вперед. И вообще все эти истории, и здорово то, что в конце каждой новеллы показывается реальный человек. И что ты видишь, там, они могут, ну, не похожи внешне там на артиста, но ты видишь, что именно в этом человеке, и он прям светится вот этой случайностью, которая, ну, изменила его жизнь. И такие истории, ну, не нужно бояться, нужно говорить об этом, нужно, ну, это как с везением, что ли, вот. Дорогие зрители, я хочу вам пожелать, чтобы вы не переставали верить в то, что ваша жизнь, она очень ценная, и то, что с вами происходит, это очень-очень важно. Спасибо, Нино. Я разрыдалась. Да, очень трогательно все. Спасибо. Спасибо тебе. Какие качества нужны, чтобы вот все-таки в этот счастливый голубой вагон запрыгнуть и быстро заработать, ну, быстро, но я считаю, что ты относительно быстро заработал. 10 лет я занимаюсь музыкой. Я параллельно занимался бизнесом, но музыкой я занимался уже 10 лет, понимаешь, это не быстро. То есть, это вот та история про то, что надо 10 тысяч часов заниматься каким-то делом, чтобы стать там профессионалом. В моем случае так. В случае других людей по-другому. Я не знаю, как стать быстро артистом большим. Не знаю. Ну, три качества выдели основных. Бешеное желание и уверенность в себе. Объединим это все вместе. Самоуверенность. Уверенность в том, что ты делаешь скорее. Если даже сегодня не так, ты сделаешь крутой материал и пойдешь на правильный путь. Это раз. Второе, никогда не сдаваться. Ни при каких обстоятельствах. Потому что даже если взять свой путь, было 99 раз падение и один раз взлета, который тоже сопровождался палками в спину или в ноги или куда угодно. Но я все равно иду. И по сей день я не считаю, что мы добились какого-то колоссального результата. Мы добились чего-то. Но это не колоссальный результат. И сегодня мы сталкиваемся постоянно с какими-то сложностями. Никогда не останавливаюсь. Ни за что. Вообще. Даже если нет сил, все равно до последнего иди. Третье качество. Это будет странно звучать, но я хочу это сказать, чтобы каждый поверил в то, что у него есть шанс быть везучим человеком и быть успешным человеком. Просто поверить. Отложить эту мысль куда-нибудь в дальний ящичек. Иногда поглядывать о том, что у тебя все может быть. Ты все сможешь. Я желаю другим зрителям находить вдохновение даже в плохих новостях. Потому что нам нужно искать всегда питание, грубо говоря, эмоциональное. Искать всегда музы, вдохновение, воодушевление. То, что нас подталкивает вперед к нашим мечтам и целям. Поэтому даже из плохих новостей можно вычеркнуть что-то положительное. Я желаю вам, чтобы вы могли легко с этим справиться и могли иметь контроль над своим разумом. Мысли которых будут посланы в правильное русло. Я всегда говорю, кто-то у меня спрашивает. Вот мне говорят, что у меня там голос, противная касса. Я вот поэтому бросил музыку. Что можешь посоветовать? Нет, никого не слушай. Если у тебя есть желание и цель внутри, просто двигайся. И все получится, понимаешь? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok